В этом уроке посмотрим, как сделать видео из фотографий и музыки, попросту говоря, слайд-шоу в приложении Капкат. И таким образом на примере создания поздравительной открытки познакомимся с инструментами для монтажа видео в этом приложении. Открываем приложение Капкат и здесь на первой странице нажимаем самую большую кнопку с плюсиком «Новый проект». Попадаем в галерею и здесь выбираем картиночки, из которых мы хотим сделать наше видео. Нажимаем «Add» и вот наши картинки появились на оси времени. Я хочу поменять место их расположения. Для этого я выделяю определенную картинку, удерживаю пальцем и просто перетягиваю. И еще одну мне нужно поменять. Теперь по умолчанию у нас каждая картинка длится 3 секунды. Для того, чтобы удлинить время или укоротить, мы двигаем вот этими ушками. Я хочу первый и последний кадр сделать капельку длиннее, быть будет 4 секунды. И последний тоже выделяем его и ушком двигаем. Мы выставили продолжительность наших кадров и у нас картинки эти немножко разного формата. И для того, чтобы нам выбрать одинаковый формат, мы выделяем, например, картинку. И заходим во вкладочку «Transform» и здесь третья вкладочка «Crop». Выбираем формат «Горизонтальный» 16 на 9. И здесь можем немножко картинку нашу подвинуть, так как нам нужно. И согласимся. Но теперь видите, эта картинка стала чуть-чуть меньше на кадре. Мы ее здесь просто пальцами раздвигаем, чтобы у нас не было никаких черных промежутков. И еще здесь у меня есть картинка неформатная, вот такая. Я делаю то же самое. Теперь мы можем сделать переходы между кадрами. Как видите, между двумя кадрами есть такой квадратик беленький с вертикальной полосочкой. На него нажимаем и попадаем во вкладку, где есть огромнейший выбор разнообразных переходов. Вы здесь можете самостоятельно пройтись, прогуляться. Но я уже заранее выбрала в эффектах маски. Здесь есть сердечки. Как раз нам по теме очень подходит. Поэтому я выбираю сердечки. И хочу, чтобы они были долго появлялись. Я выбираю до максимума полторы секунды. Соглашаюсь. Итак, проходимся по каждому. Нажимаем на каждый такой квадратик для переходов. И здесь я повторяю все то же самое. И проверяем, что у нас получилось. Наши переходы. Здесь красиво. Здесь. Здесь. И здесь. Теперь наши картиночки статичные. Я хочу, чтобы они немного двигались. Поэтому тоже выбираем каждый кадр. И заходим во вкладку Animation. И здесь у нас разные эффекты появления. Для первой картинки я выберу вот такой эффект. И тоже сделаю его продолжительность. Например, 1,2 секунды. Соглашаюсь. Вторая картинка. Тоже заходим во вкладку Animation. Я хочу вот такой. Растянем на всю длину кадра. Он будет медленно выезжать. Соглашаемся. Следующая картинка. И следующая картинка. Последняя. Здесь я хочу такой эффект поворота. Вот такой. Примерно наполовину. Это у нас последний кадр. И я хочу, чтобы он в конце тоже как-то исчезал с эффектом. Здесь, вы обратите внимание, есть вход и выход. Вот in и out. И на out я тоже выберу эффект. Я хочу, чтобы вот так увеличивалась картинка в конце. И здесь мы его тоже растянем, чтобы было более плавно. Вот таким образом соглашаемся. И в конце, в самом конце видео программа CapCut добавляет свой логотип. Мы просто его удаляем. Он нам не нужен. Итак, у нас уже прорисовывается интересное видео. Появление слайдов с эффектами и с переходами. И теперь нам нужно добавить текст. Для этого мы идем во вкладку текст. Нажимаем на буквочку А с плюсиком. И сюда нам нужно ввести наш текст. Но текст у меня уже подготовлен. Сейчас я зайду и его скопирую. Я вставляю свой текст. Чтобы текст был не в одну строку, а с переносом. Мы выставляем курсор там, где должен быть перенос. И нажимаем на клавиатуре стрелочку вниз. Теперь у нас есть вкладки здесь стили. Стили здесь просто цветной текст. Разноцветный с обводками текст. Но я еще хочу выбрать шрифт. Интересный какой-нибудь красивый, праздничный. Вот такой шрифт я выбрала. Но стиль мне не нравится. Я сейчас зашла во вкладке эффекты. Здесь тоже огромное количество эффектов для шрифтов. И здесь есть еще разбивка по цветам. Нам нужен розовенький. Для нашей темы. Вот такой я выберу шрифт. И я его еще немножко увеличу. И еще подберем анимацию для нашего текста. Здесь тоже огромный выбор разнообразных анимаций. Можете поэкспериментировать. Вот такая была бы интересная анимация. И здесь мы для этой анимации выбираем время ее появления. Вот можно сделать вот такое медленное появление. И еще покажу вам последняя вкладочка. Она нам сейчас не нужна. Здесь вот такие есть выноски для текста. Разные, интересные. Но это вы уже самостоятельно можете изучить. Итак, для этого текста мы соглашаемся. И здесь этот текст нам нужно на линии времени растянуть. Я его здесь не довожу до конца. Потому что в конце будет переход. Дальше следующий текст на этом слайде. Тоже захожу в текст. Вставила текст. Тоже его разделяю на несколько строк. Выставляем его по центру. Тоже идем в анимацию. Здесь есть для текста вкладки In, Out и Loop. То есть вход, выход и Loop. Это зацикленное. И вот здесь я видела интересные эффекты. Вот такой я хотела. Вот такой эффект я хочу добавить. И мы выбираем скорость, с которой он будет дрожать. Я делаю помедленнее. Соглашаемся. Здесь тоже выставляем его не до самого конца слайда. Так, хорошо. И остался у нас еще один слайд с текстом. Выставляем. Здесь тоже регулируем его не до самого конца слайда. И в принципе наш видеоряд уже готов. И теперь нам осталось добавить музыку. Для этого мы нажимаем две стрелочки вот эти. Еще раз стрелочку. И здесь есть вкладочка Audio. Здесь мы выбираем Sound. И здесь огромный выбор разнообразной музыки. И как утверждают сами издатели приложения, она не защищена авторским правом. То есть мы можем добавлять эту музыку в наше видео. И смело выкладывать в социальные сети. Без риска быть забаненными. Итак, вот здесь выбираем вкладочки разные. Музыку надо просто... Сначала можем просто прослушать. Я хочу найти ту, которую я раньше подобрала. Вот я нашла эту музыку, которую я хочу добавить. Нажимаем на плюсик. И вот наш аудиофайл появился снизу под видеофайлом. Так, и нам нужно в конце музыку обрезать. Выставляем на конец нашего видео. Выделяем звуковой файл. Нажимаем Split. И эту часть, которая справа выделена, нажимаем Delete. И теперь нам нужно сделать появление и затухание музыки, чтобы она не резко начиналась и заканчивалась. Вначале можно чуть-чуть сделать. Буквально там 6 мега секунд. А в конце можно сделать подлинные. Один и два. И все. И все. Музыка плавно затухает. И это нас очень хорошо устраивает. И чтобы сохранить наше видео, нажимаем стрелочку вверх. И пошло сохранение. Вот так, друзья. Довольно легко и просто можно сделать слайд-шоу в программе CapCut. Ну, как вы заметили, здесь очень много разных функций. В последнее время еще добавился искусственный интеллект. Буду снимать еще видео по этой программе. Поэтому, если было интересно и полезно, подписывайтесь. Буду рада видеть вас на своем канале.